Ещё одним интересным литературным жанром есть легенды. Что такое легенда, как ты считаешь? Легенда — это произведение-пересказ о каких-либо фактах и событиях. В основу каждой легенды положены исторические события и события и жизни народных героев. Ты можешь подумать, что легенда и сказка — это одно и то же, но на самом деле это не так. Легенда включает в себя исторические факты и может иметь долю нотки фантастики. А сказка — это полностью выдумка о событиях и героях. Сейчас я тебе зачитаю легенду, а твоя задача — выяснить, где всё-таки доля правды, а где доля лжи. Легенда о Лилии. Однажды великий воин решил оставить знак о своих умениях и подвигах. Был он невероятно силён и быстро. Пущённые им стрелы летели быстрее молнией и дальше, чем мог видеть глаз человека. И задумал он запустить стрелу в небо, чтобы она осталась там на века, в память о его ловкости. «Звёзды!» — обратился он к небу. «Поймаете ли вы пущенные мной стрелы, чтобы она осталась в небесах, знак моей ловкости и силы? Если достанешь до небес, что ж, поймаем и оставим у себя!» — ответили полярные вечерние звёзды. Великий воин натянул тетиву и изо всех сил, которые у него были, отпустил стрелу. Она взмыла ввысь, разрезая облака. Увидев это, полярные вечерние звёзды кинулись его ловить. Они летели почти с такой же скоростью, как и пущенная стрела, не обращая внимания ни на что, кроме своей цели. Рассекая воздух, они мчались к стреле навстречу друг другу, пока не столкнулись. Небо засияло алмазами, и искры от столкновения звёзд посыпались на землю. Великий воин был потрясён увиденным, но больше всего его впечатлило то, что искры, упавшие в воду, стали распускаться великолепными цветами. «Да, я не мог и предвидеть такого исхода событий!» — воскликнул он. «Цветок — это лучшее, что можно оставить после себя людям в знак памяти». Так вот, мне интересно, всё-таки ты смог выделить, где здесь реальные события, а где выдуманные? А реальными событиями можно выделить то, что действительно когда-то был такой воин, сильный, умный, который хорошо метал стрелы. А к выдуманным событиям можно отнести вот какие моменты. Я тебе сейчас зачитаю. «Полярные вечерние звёзды кинулись её ловить. Но разве звёзды могут ловить?» Сомневаюсь. А вот такой момент. Искры, упавшие в воду, стали распускаться великолепными цветами. К сожалению, в наше время искры ещё цветами не распускаются. Поэтому это тоже можно отнести к фантастике. Поэтому, когда будешь читать легенды, учись отличать исторические факты от выдумки.